В Татарстане количество смертей, причиной которых стали злокачественные новообразования, выросло на 4%. Это самые большие показатели роста в Приволжском федеральном округе. Как сообщил официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, для снижения смертности от рака в республике откроют 9 новых онкоцентров. В набережных Челнах такой центр должен появиться к 2021 году. В Татарстане с нового года увеличится число безработных предпенсионного возраста. Если сейчас их порядка тысячи человек, то в следующем году прогнозируется в три раза больше. Об этом сообщила министр труда республики Эльмира Зарипова. По ее словам, с такими людьми службы занятости будут проводить адресную работу, а безработным, стоящим на учете, будет выплачиваться денежное пособие. Сегодня на 80-м году ушла из жизни Сакина Шаймиева, супруга первого президента и госсоветника республики Татарстан Ментемира Шаймиева. Глубокие соболезнования в связи с кончиной Сакины Шаймиевой выразил семье президента Татарстана Рустам Мениханов. Состав потребительской корзины россиян начнут пересматривать через три года. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, власти хотят улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Прежде всего, увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время снизить потребление хлеба, картофеля и маргарина. В набережных Челнах состоится прием граждан. Его проведут уполномоченный по правам человека в Татарстане Сырья Сабурская и замминистра внутренних дел республики Рафаэль Гельманов. Прием пройдет во вторник, 20 ноября, в общественной приемной мэра. Предварительная запись по телефону в Казани 236-41-80. Код города 843.